приветствую вас на канале радкет сегодня мы будем делать классную книгу вот такой вот за 50 ведер или 50 кристаллов очень важно знать ребята что вам не обязательно чтобы у вас был один кристалл вы можете использовать просто 50 ведер или 50 кристаллов они взаимозаменяемые поэтому ребят не обязательно искать хотя бы один кристалл чтобы скрафтить книгу или другой предмет можете просто собирать ведра ну и сегодня мы конечно поговорим про эту magic orb книгу которая выглядит потрясно смотрите ребят когда вы включаете у вас появляется над вами такой вот летающий орб этот летающий орб будет стрелять лазером и избивать все вот видите вокруг вас стоящие коробки сундуки и так далее фактически это у вас такой дополнительный юнит который даже довольно таки неплохо ломать 1 138 ки он наносит урон насколько я понимаю но мои ребята его еще посмотрим поближе потестируем посмотрим насколько он сильнее или слабее если его сравнивать примеру с моим самым большим самым сильным huge радужным питомцем вот но это чуть позже мы сделаем а сейчас давайте отправимся в шахту для того чтобы нафармить собственно на вторую книгу и для этого вам понадобится лопата сейчас ребята меня видите слабенькая лопата и мы вместе с группой копателей отправляемся выкапывать шахту пойдем копать вот в этот угол как правило в правом углу всегда есть ну мы называем нефть но наверное это какая-то магическая хват на субстанции скажем так нефть она конечно вообще не похожа по цвету в общем магическая жижа и сейчас мы отправляемся все вместе искать что я хочу сказать поигравши немножко и поняв что и как о вот и все ребята кстати мы уже нашли блок эти темный блок это значит что где-то здесь а вот и жидкость вот смотрите жидкость тут и немного но бывает прям где-то до 30 порций вот этот один квадратик по сути это порция на одного человека то есть вот я собрал ведром как этот квадратик и забрал одно ведро жидкости не забывайте ребята забирать заново ведро когда вы возвращаетесь на локацию это самая частая ошибка для новичков потому что они бегут без ведра прыгают вниз начинают собирать жидкость а им пишут что а вы не взяли ведро и соответственно вы не сможете ничего сделать с этим поэтому ребята будьте внимательны ну и конечно делайте лучше лопаты видите моя лопата очень плохо копает она копает буквально в какие-то начальные блоки где-то два-три грунта потом она вообще уже не копает поэтому наверное на начальном этапе копайте просто грунт и вот основное это такие вот фиолетовые фиолетовая руда она дает по 300 тысяч за один раз поэтому просто ищите фиолетовую руду качайте и в первую очередь и вы быстро прокачаете лопатку хотя бы за 4 миллиона потом уже с этой лопаты вы можете быстрее прокачается и быстренько получить лопату вот только что слева опять это борода за 12 миллионов 12 миллионов лопата уже это самое стандартное накопает хорошо вот смотрите ребят я опять нашел еще ведь вместо расположения еще одного тайника этой жидкости вот таким образом ребята вон там много много еще хотя не не очень много но единственное я бы сказал что лучше всего копать двоем почему потому что вы делитесь только на двоих поэтому я рекомендую все таки по два человека это делать и копается быстро и делится очень хорошо на двоих в некоторых жалюзях вы можете и по 30 таких порций находить на двоих это 15 за один раз если у вас есть випка вы можете ее потом ресетать и заново к примеру искать так ну что вот смотрите ребята вот вот видите сколько много и если тут для одного то это вообще просто сказка вы можете очень много ведер набрать единственное что каждые 15 минут ребутается это ну а теперь самое интересненькое потестируем эту книжечку ребята давайте поставим еще магнитный флаг у меня есть интересная идея что если сюда поставить моих потом вбить асм с вот этой вот штучкой летающей мы пойдем фармить гемы давайте посмотрим поможет ли мне это так я нажимаю тапать о да она она фармит ребят реально фармит класс короче вот вам первый способ как больше фармить видите ваши поэты там фармят а вы ставите тап и фармите випки у кого она есть единственное очень странно она начала стрелять потом куда-то в поле вот туда вот куда-то улетать такое впечатление что она пытается попасть на последнюю локацию мне кстати было бы очень интересно долетают ли вот эти вот пульки которые она пускает до той локации вот смотрите периодически она кидает и на гемы но очень редко основное на все-таки акцент этот орбс он или она не знаю как правильно он наверно орб он делает на поле по фарму видите все эти пульки туда улетает не знаю долетает опять же таки или нет было бы интересно это проверить но пока возможно таки нету так ну что ребят давайте посмотрим теперь потестируем допустим я уберу все книги у меня нет ни одной книги ни одного буста ничего нету и автотап я тоже отключаю возьму одного питомца чтобы потестить его силу давайте самого обычного какого-то тукана возьмем и так идем 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 и потестим на куда он пошел и тукан иди бей сундук ку-ку нам летел а понятно автофарм стоял там все вот он пришел смотрите ребята у него 70 q 70 q всего лишь у него урон но это очень маленький урончик в целом окей хорошо давайте теперь его заменим на какого-то по это побольше получше посильнее посмотрим какой у него будет урон допустим у меня хэппи рок самый сильный радужный как он будет бить вот я его заменил и урон сразу увеличивается сто семьдесят восемь кстати интересно а сколько обычные вот самый слабенький давайте заодно и узнаем в какая разница между слабым и сильным хугом так самый обычный не радужные ребята сколько будет 91 из 7 вот такая вот ребята математика 91 из 7 ну и сейчас давайте тогда уберем всех петов и поставим только мою книжку новую так ставим смотрим и так бьет 1 и 12 qt то есть получается у нее урон как 6 хугов радужных представляете у этой штуковина обалдеть так ребят я хочу вторую такую пошел шахту накрафтил еще 50 ведер и покупаю вторую книгу давайте посмотрим что из этого получится крафтить в шахте это у вас где-то занимает принципе два часа вы можете попытаться и продать эту книгу но насколько я знаю спрос не очень высокий за три миллиона показывает что якобы кто-то когда-то покупал но давайте две смотреть ага вот смотрите каждый по 1 и 12 qt урон получается то есть урон не увеличивается а стандартный каждая книга такая будет по 1 и 12 qt сейчас давайте я поставлю это сильные книги посмотрю сколько теперь мы будет к юг наносить урона неплохо 290 qt стал у него урон но если крит 1 49 ну фактически давайте крит уберем если то получается одна книга это уже как 4 радужных моих ну 3 радужных скажем так хуга ну не знаю мне кажется все таки прикольно когда у тебя еще и книги есть и вот такая вот комбинация да и давайте еще поставим новую книгу которая делает взрывы теперь возьмем питомцев ребята и пойдем просто разносить поля потому что книги увеличивают силу петов плюс у меня две книги по 1 и 12 qt и теперь ребята еще и взрывается тут все в в общем тут просто дискотека происходит и действительно книга довольно таки мощно кроме этого она мне визуально очень нравится когда таких два шарика летают вокруг тебя что ребят вот таким получилось видео обязательно ставим лайк и подписываемся кто этого еще не делал всем пока